Петрозаводск объявлен столицей дизайна российского в 2020 году. Как рядовой житель может почувствовать это на себе и что дает этот статус городу? Петрозаводск – столица российского дизайна – это прежде всего фестиваль. Фестиваль состоит из двух блоков. Это лекции профессионалов, которые делятся своим опытом, и каждый может прийти на эти лекции. Второй блок – это конкретные действия. Мы говорим о бренде города, о визуальном коде города, о навигации, чтобы было удобно, чтобы каждый человек видел номер дома. Они были все в едином стиле, чтобы не было, допустим, в заселе какой-то наружной рекламы, чтобы фасады домов были красивые. И, соответственно, каждый житель города это почувствует и увидит. Плюс речь идет о установке новых объектов. У нас чаще всего в зимний период недостаток света, поэтому установка каких-то светотехнических объектов, которые будут светиться в зимний период, опять же, создает настроение. Мы все это уже увидели по этому году. И, соответственно, Союз дизайнеров сейчас тоже делает проект. Мы 8 числа на празднике Гиперборея будем объявлять победителей. И, соответственно, эти объекты будут внедряться в конце 2020 года. И в каждом из районов города будет установлен новый объект, который будет уникальным для города. Еще из интересных проектов это объемные буквы Петрозаводск. Мы приглашаем к участию дизайнеров, может быть, даже на уровне идей любой человек может принять участие в этом конкурсе и предложить свое написание букв Петрозаводск, как он это видит. Также мы хотели поговорить о промышленности, потому что дизайн промышленных изделий – это производство. Производство, как вы понимаете, это экономика, экономика региона. Это запуск новых продуктов, это новые рабочие места, это очень важный элемент развития экономики в республике. Поэтому мы планируем большую выставку в летний период, когда будет весь мир отмечать День промышленного дизайна. И, соответственно, на территории УТЗ будет большая выставка, посвященная интересным объектам промышленного дизайна. И как обыватель может еще поучаствовать в проектах. Я думаю, что мы открыты в соцсетях. Если у вас есть какие-то предложения, каким образом мы могли бы быть полезны вам, мы открыты в диалогу. Предлагайте. Продолжение следует...